Это блокчейн. Ну, как бы это среда без доверия, с экономической инсентивизацией, с самыми другими разными плюшками. На самом деле многие люди не понимают, что блокчейн, вот они думают, что блокчейн это distributed database. На самом деле это утверждение bullshit. Некоторые люди думают, что блокчейн это secure storage. Ну, как бы это безопасное хранение, зашифрованное хранение данных. Это еще больше bullshit. Некоторые люди думают, что блокчейн это хешированные блоки. Вы думаете, это bullshit? Нет, это git. Хешированные блоки это git. На самом деле git существует существенно дольше, потому что Linus Torvald в каком году там его создал? Там точно так же есть данные, которые хешируются, которые друг на друга ссылаются. Там есть ветки, их можно мержить, собирать вместе, разводить и так далее. Поэтому здесь нет никакой инновации. Инновация есть исключительно в появлении стимулов, в появлении награды за майнинг, в появлении награды за верификацию блоков. Пока нет награды, например, за содержание полных нот, потому что это и есть проблема. Потому что у нас, например, в биткоине растет размер UTXO. Так вот, основные вещи, которые привнес блокчейн. Это консенсус алгоритм, инсентивизация и токен. Очень часто мы можем услышать, что там блокчейн, что мы можем использовать блокчейн без токена. Ну там взять, поставить какую-то штуку между банками, будем гонять какую-то информацию туда-сюда. На самом деле это полная фигня, потому что это получается всего лишь децентрализованная база данных. У нас нет никаких стимулов присоединяться к подобному консорциуму. У нас нет никаких стимулов его развивать. Это не является саморазвивающейся средой, самоэволюционирующей средой. Мы не получаем профит от масштаба, потому что, например, если мы про тот же, не буду говорить про эфириум, биткоин, давайте поговорим про дэш. Чем больше субъектов пользуются дэшем, тем больше профит для каждого из этих субъектов. Потому что тем с большей вероятностью эту монету, этот токен примут в качестве оплаты. Чем больше субъектов пишут смарт-контракты, например, на эфириуме, тем больше у нас получается некая экосистема. Мы можем использовать в своих контрактах другие контракты, какие-то данные, которые запихивают туда сторонние ораклы и так далее. И поэтому у нас получается эффект от того, что получается у нас синергия. Продолжение следует...